приветствую уважаемые сегодня поговорим о любопытных вещах не так давно мне написал один из подписчиков который пожаловался на все более растущие требования в тундре при том что видеокарту сейчас не купить чем я полностью согласен цены астрономические если что-то с моей даже видеокарты произойдет скорее всего пойду на завод так как денег на новую не будет что такое 150 тысяч рублей это по факту покупка в прошлом полноценного мощного игрового компа и буквально чуть больше года назад слава богу я решил купить себе 2080 даже не эту новую серию это я считаю что мне повезло а мою старую nvidia 980 с руками на бу рынке оторвали продал всего лишь за три дня после выставления но это моя работа это мой хлеб я вынужден делать апгрейды особенно после того как улитка выкатила новые облака все радовались прыгали отчасти виде какие демонстрации происходят на деф-сервере а я в то время словил нереальные лаги потому что у меня на старом процессоре работала всего лишь одно ядро как выяснилось у улиток такой уж интересный движок что использует лишь одно ядро а мой старый процессор в однопотоке грубо говоря сосал именно поэтому сей апгрейд это обновление стало для меня роковым и ведь наверное мало кто знает что улитка требует над нас по партнерской программе чтобы мы не снимали ролики всякие обзоры гайды и прочее лоу графики чтобы показать красоту игры так вот теперь вы знаете посему это как вы понимаете finito la comedia не можешь снимать ролики в хорошей графике идешь лесом очень просто посему еще и за апгрейдил этой зимой процессор но у других игроков стандартного обывателя таких вопросов конечно же не возникает они играют как хотят как им удобно записывают не записывают это не имеет значения самое важное для них комфорт во время пребывания в тундре я уже не буду в очередной раз разбирать вопрос про тех людей которые даже при мощных системах сидят на лоу графики это мы вы все прекрасно знаете для чего они это делают вопрос пойдет именно касаемо тех людей которые просто не могут играть иначе только лоу графика это даже у нее судя по комментариям некоторых ребят возникают проблемы но вспоминая комментарии одного из игроков начинаешь думать если из данной ситуации выход ведь человек пишет тундра лишиться возможности не только пополнение игроков но и ветераны не смогут играть и потому что не хотят а потому что возможности не будет и к сожалению отвечая на этот вопрос хочу сказать что индустрия игровая не стоит на месте постоянно будут расти минимальные настройки графики ничего с этим не поделать потому что новые механики новые системы которые нагружают игру и это вопрос не только с war thunder это глобальная ситуация даже то что у нас движок поддерживает одно ядро она на нем ориентирована я уверен что и улитка рано или поздно сделает апгрейд своего движка и у нас появится многопоток и станет ли улитка ради игроков которые не могут двигаться вместе с ними вперед приостанавливать апгрейд инновации только чтобы старая гвардия играла и люди с очень слабыми системами могли приходить war thunder конечно же нет потому что здесь работает банальная логика раз они не могут позволить себе денег на новый комп значит они не будут донатить нахрена эта аудитория но это мышление не только улиток это в целом бизнес мышления если потенциально это не приносит прибыли нахрена для этой аудитории стараться сожалению да ребят это очень обидно это грубо звучит но это правда жизни так какой выход найти чтобы продолжить играть свою любимую игру если система уже не тянет и такой выход был найден один из игроков взял мобильное устройство и поиграл war thunder вы думаете это невозможно нет возможно и чтобы это не выглядело как реклама я не буду называть какие-то специальные сервисы и так далее просто поясню за саму механику того как это было реализовано уже давно существует облачные сервисы на которых можно поиграть в различные проекты если ваша система не тянет принципе это ни для кого не секрет это уже не инновация это то что известно всему миру понятное дело что там есть некие сложности примеру наш индивид взял war thunder и запустил его на одном из облачных сервисов но заходил он на этот облачный сервис не с помощью компьютера как это обычно принято а с помощью мобильного устройства почему бы и нет отлично для меня выглядело это неожиданно я до такого честно говоря не сразу даже додумался у человек взял и поиграл war thunder ну по крайней мере провел демонстрацию того что это возможно но сразу хочу осечься дело в том что есть такая вещь как пинг близость к сервису потому что есть input lag это то что будет задерживать некоторые ваши действия зависимости того насколько далеко вам до этого самого облачного сервиса как я уже подчеркнул и конечно же очевидно это не бесплатно но выхода в 10 немного 10 раз нужно подумать бросать war thunder или какую-то другую игру либо брать в кредит новый немножко обновленный компьютер как вот эти вот девочки сидят и выплачивает за свой афончик кредит такое себе счастье никогда не брал кредит и не хочу и либо третий вариант пользоваться облачными сервисами то есть тут каждый сам должен решать для себя но по крайней мере возможности нам предоставляют но что касаемо требований тундры увы ребята чудес не бывает ничего лучше не станет для тех кто не может уже сейчас нормально играть в игру дальше наоборот будет только хуже не искренне жаль тех ребят которые не могут сделать себе даже банальный апгрейд если раньше когда я об этом писал мол ребята сделайте апгрейд это имело обоснование мол хотя бы бушную видеокарту купить это сейчас понимаю что даже был рынок очень дорогой те люди которые тогда меня не послушали наверное кусают локти ну или наоборот счастливо бросили игру бросили все эти проблемы нет war thunder нет проблемы может быть и так кто его знает в общем такие вот дела друзья сами решайте сами думайте что для вас лучше пишите свои мысли комментарии касаемо того что у нас за ситуация такие дела всем пока всем отличного настроения